Новая Одесса Новая Одесса Новая Одесса криминальная милиция по делам детей открыла уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений 10-летней Иринатия Цужбая. Девочка получила ожоги 15% тела и дыхательных путей, глаз. Все это в результате материнской неосторожности. Напомним, вечером 17 ноября мать-одиночка Нателла Цужбая, решив справиться с педикулезом своей дочери народным методом, обработала ее голову керосином. Поскольку эти действия совершались в непосредственной близости от зажженной газовой плиты, голова ребенка загорелась. Голова, плечи, руки ребенка покрыты ожогами третьей степени. Сегодня Рената перенесла первую операцию. Были отсечены отмершие ткани, а на поврежденные участки наложена искусственная кожа. Кроме того, девочка нуждается в донорах с любой группой крови, чтобы получать жизненно необходимый препарат альбумин ежедневно. Сдать свою кровь вы можете на станции переливания крови по адресу Бисквитный переулок 2 на имя Цужбая Рената Владимировна. Одесская милиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в понедельник утром на пересечении улиц Новосельского и Дворянской. Им оказался 20-летний иностранный студент. Что заставило молодого человека пойти на преступление, узнавала Екатерина Лапицкая. В ночь с воскресенья на понедельник компания пьяных студентов столкнулась с двумя молодыми людьми, проходящими мимо здания общежития Одесской национальной академии Попова. Драка завязалась спонтанно. Один из учеников академии связи воспринял высказывание 26-летнего мужчины по поводу неисправного телефона на свой счет. В полуярости иностранный студент не стал разбираться, кому адресованы эти слова. Он бросился к прохожим, стал угрожать им ножом и во время драки нанес одному из мужчин смертельное ножевое ранение. Милиционеры задержали злоумышленника уже спустя несколько часов после происшествия. Молодой человек, у которого изъяли нож и джинсы с пятнами крови, сознался в совершенном преступлении. Камеры наружного видеонаблюдения, установленные на фасаде здания Кирхи, зафиксировали в 4.05 утра драку, повлекшую за собой смерть одного из участников. На кадрах отчетливо видно сразу несколько человек, которые после непродолжительной стычки под стенами лютеранского собора Святого Павла двинулись в сторону Одесского училища искусств, где и было найдено бездыханное тело 26-летнего жителя Черновицкой области, приехавшего в Одессу на заработки. По данному факту начато уголовное производство по признакам статьи 115 часть 1 Уголовного кодекса Украины умышленного убийства. Задержанные граждане другого государства в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Подозреваемому в убийстве грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Екатерина Лапицкая, Новая Одесса. Прощай, Рио-де-Жанейро. Сборная Украины по футболу не едет на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Бразилии. Игроки национальной команды не сумели удержать преимущество в два мяча, достигнутые в домашнем матче со сборной Франции. В ответной встрече соперники выглядели значительно сильнее и успели отыграться еще в первом тайме. Решающий третий мяч влетел в ворота нашей сборной уже во втором тайме, который, к тому же, наша команда провела в меньшинстве после удаления центрального защитника Евгения Хачериди. Итоговый счет двухматчевого противостояния 3-2 в пользу команды, шансы которой после поражения в Киеве расценивались как призрачные. Не было в игре целостности, фрагментарности. Так, 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 так. И плюс то, что самое обидное, то, что мы предупреждали, что будет строгое судейство сегодня. На спектакль за одну гривну. Оплатите симфолическую цену сегодня в Украинском театре, и вы сможете посмотреть постановку по классической пьесе. Столь щедрую акцию руководство театра организовало по случаю юбилея. В эти дни исполняется 10 лет, как впервые состоялась постановка спектакля, и она вышла на суд зрителя. С тех пор, как в Одессе, так и на гастролях, актеры Украинского театра выходили на сцены в образах героев спектакля «Шельменко-денщик» 134 раза. Вызвало ли ажиотаж 135-я постановка, знает наш корреспондент Вадим Шпаченко, который отправился в Украинский театр и уже сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер, студия. В Украинском театре сегодня действительно аншлаг. Все билеты разобрали еще больше, чем за неделю. И сейчас вот за этой стенкой переполненный зал наблюдает за постановкой, которая на сцене Украинского театра. Более ста раз показывается уже на протяжении 10 лет. Рядом со мной художественный руководитель театра Игорь Николаевич Равицкий. Игорь Николаевич, 10 лет, все билеты разобраны. В чем успех? Ну, я думаю, наверное, в том, что встретились талантливые люди. Это актеры нашего театра. Встретились с талантливым, интересным режиссером Владимир Владимировичем Туманом. Вот его портрет, который 10 лет назад создал наш спектакль. 8 ноября 2003 года состоялась премьера. К сожалению, Владимир Владимирович очень крепко сейчас болен. Мы очень хотим, чтобы успех спектакля как-то помог ему вернуться к нашей жизни. И вот родился наш спектакль. И сегодня как раз играют почти те актеры, которые играли премьеру 8 ноября 2003 года. Любим прекрасные произведения, хорошие характеры, хорошие образы. Это вот первое основное событие, которое у нас сегодня в театре. Ну и у нас сегодня проходит акция. Это акция, когда зритель города Одесса может за гривню купить билет и попасть к нам пока на спектакль украинской классики. Вот у нас сегодня уже второй спектакль, который мы играем. Вот по этой акции. Зал битком забит. И прием, конечно, удивительный и потрясающий. А это как-то связано с юбилеем или просто так совпало? Да нет, никто специально так не переворачивал. И так совпало просто. Ну, наверное, это хорошо, что так совпало. Ну что же, я думаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте сейчас заганим в зал. А пока, может быть, Игорь Николаевич нам вкратце расскажет о сюжете. Да как же это, это же классический сюжет. Шельменко Динчи, который пытается уладить личную жизнь своего офицера, своего хозяина. Хитрит, выворачивается. Это о любви, о лукавстве, о шутовстве. Это хорошая украинская комедия, которая идет, написана так, Григорием Квиткостневым, на двух языках. На русском и на украинском. Лукавая, с песнями, с танцами, с прекрасным оформлением харьковского художника Татьяны Медведь, с великолепными стихами, с хорошей музыкой. Ну, лучше вы загляните и посмотрите, чтобы уже сложилось у вас более цельное впечатление. Хорошего вам просмотра. Спасибо. Ну что, пойдемте. Проходим. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-1010. Наш выпуск завершат проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. Увидимся с вами в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и до встречи. Утром 20 ноября в Багдаде сработало несколько взрывных устройств, большинство из них в шиитских районах города. По данным властей, жертвами терактов стали по меньшей мере 24 человека. 65 пострадавших были доставлены в больницы. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна группировка. Этот теракт стал одним из самых крупных за последнее время. Всю ночь спасатели продолжали разбор завалов после обрушения крыши недостроенного торгового центра в городе Дурбан. В трагедии погибли три человека, еще несколько десятков с травмами, доставленных в больницы города. Для поиска оставшихся в живых спасательные команды использовали служебных собак. Из-под завалов удалось высвободить 26 человек. Власти Дурбана обратились к жителям с просьбой не мешать работам, чтобы спасательные команды смогли действовать более быстро. До 11 возросло число погибших в результате пожара на складе в Пекине. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщил представитель столичной полиции. Пожар на складе в районе Чаоян охватил более 500 квадратных метров складских площадей. Огонь тушили 13 пожарных расчетов. Спасателям удалось сохранить жизни 14 человек. Владельцы склада задержаны полицией для выяснения обстоятельств возгорания. На площади Тахрир в Египте снова произошли столкновения демонстрантов с полицией. В ночь на среду в центр Каира вышли несколько тысяч демонстрантов, чтобы отметить вторую годовщину протестов против временного военного правительства после свержения президента Хосни Мубарака. Тогда в ходе ноябрьских стычек сил безопасности с протестующими погибло более 40 человек. Напомним, Египет продолжает оставаться в ситуации политического кризиса. Он возник после того, как военные отстранили от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси и назначили Временное правительство. Специалисты, проводящие расследование обстоятельств катастрофы пассажирского Боинга, пришли к выводу, что отказов техники не было. Двигатели лайнера работали до столкновения с землей. Это данные одного из бортовых самописцев. Второй аппарат, который фиксирует все переговоры в кабине, обнаружен и уже отправлен на расшифровку в Москву. Авиакатастрофа в Казани произошла вечером в воскресенье. При посадке Боинг не смог уйти на второй круг и рухнул. Жертвами трагедии стали 50 человек. Французские фермери готовятся блокировать Париж в знак протеста против мер регулирования сельскохозяйственного сектора. Акция пройдет в четверг, 21 ноября. Два аграрных профсоюза Франции, Союз предпринимателей сельского хозяйства и молодые аграрии планируют перекрыть главные транспортные магистрали на подступах к Парижу, чтобы государство услышало сельскохозяйственный сектор, который оно принесло в жертву. Организаторы готовы отменить блокаду в случае выполнения всех их требований. На этой неделе Турция проводит масштабную кампанию по вакцинации детей от полиомиелита. Необходимость таких мерок появилась после того, как в прошлом месяце в соседней Сирии был выявлен первый случай заболевания этим недугом за последние 14 лет. Образцы полиомиелита также были найдены в канализации в Израиле, на западном берегу, в секторе Газа и в Египте. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения приняли решение в течение шести месяцев вакцинировать детей в восьми странах Ближнего Востока. Турция, которая имеет в Сирии 900-километровую границу, оказалась в числе первых. В настоящее время на территории Турции находится более 650 тысяч беженцев из охваченной войной Сирии. В Дубае открылось крупнейшее на Ближнем Востоке авиашоу «Дубайэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ России. По сообщениям организаторов, на Дубае и Ашоу будут представлены 150 новейших самолетов и вертолетов. Автомобили ближайшего будущего на экологически чистых водородных двигателях, набирающие популярность экономичные малолитражки, новинка от Мерседес и очередная версия Мини Купер, в числе главных экспонатов открывшегося сегодня 43-го автосалона Tokyo Motor Show 2013. Участие в шоу принимают 32 японские и зарубежные компании. Посетители токийского автосалона также смогут увидеть необычные средства передвижения, которые, как считают их разработчики, в будущем могут стать привычным зрелищем на городских улицах. Первые три дня экспозиция в выставочном комплексе «Биг Сайт» японской столицы будет работать в режиме только для прессы, а для широкой публики откроется 23 ноября. В Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге открылся первый в мире частный музей, посвященный работам Фаберже. Экспозиция включает в себя более 4000 произведений декоративно-прикладного искусства, в том числе 9 знаменитых императорских пасхальных яиц. Российский предприниматель-миллиардер Виктор Виксельберг 9 лет назад купил их за 900 миллионов долларов у наследников американского газетного магната Форбса. Серия яиц Фаберже создавалась в период с 1885 по 1917 годы. Как предполагается, всего их было 71. 52 из них были сделаны по заказу императорской семьи. Для посетителей музей в Шуваловском дворце откроются в начале декабря. В парижском районе Монмартр открыли ресторан «Лёфестенню», в котором все блюда меню приготовлены исключительно из насекомых. 26-летний хозяин ресторана Эли Даверон уверен, что насекомые полезны, а в Юго-Восточной Азии насекомых едят, как в Европе чипсы. С ним согласны ряд ученых, утверждающих, что насекомые являются достаточно полезной пищей, поскольку содержат протеин и жирные кислоты. Поэтому такую еду можно включать даже в рацион детей. Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвященный специальной рождественской экипировке команд. В видео топовые игроки ассоциации забивают мячи в баскетбольные кольца, которым подвешены бубенцы. При каждом попадании в то или иное кольцо бубенцы воспроизводят звуки знаменитой рождественской мелодии джинкл-беллс. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе День за 100 секунд на телеканале Новая Одесса. Температура воздуха ночью 11-12, днем 13-14 градусов со знака «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини Каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини Каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 0555.